Игорь Корборук, международный эксперт и экономист. Игорь, здравствуйте. Вот тревожная новость. Помимо уже традиционных ракетных обстрелов городов, мы знаем о том, что Россия ударила и по портовой инфраструктуре. На ваш взгляд, что это за жест? Это демонстрация чего-то, чего мы пока не понимаем, либо это просто ударили лишь бы ударить? Добрый день, во-первых, коллеги. Желательно, чтобы день сегодня был мирным и небо над головой чистым. Поэтому то, что происходит с Российской Федерацией, это абсолютно укладывается в ту логику событий, которая была у них всегда. То есть договоренности договоренностями, но они не важны. Мы будем делать все то, что мы будем делать. Поэтому на самом деле, когда мы говорили с вами, ну и в целом всеобщество говорило о том, чтобы разблокировать транспортные коридоры, скажем, для экспорта украинского зерна, я всегда говорил, что это возможно только благодаря военным конвоям, которые будут сопровождать наши сухогрузы с зерном. Насколько сработает то соглашение, которое было подписано, увидим, как говорится, в ближайшие недели. Но я бы все-таки предпочитал, чтобы кроме Турции, там как минимум была Великобритания, возможно Соединенные Штаты, чтобы это все происходило действительно как гуманитарные конвои ООН под защитой военных кораблей. Но еще раз говорю, верить в Россию в какие-то, скажем так, какие... У нас, наверное, небольшие технические неполадки, и вскоре мы возобновим связь, чтобы наш гость вернулся. Я напомню, что вот относительно еще недавно была такая, скажем, версия, что ли, что непосредственно на примере зерна, разблокировки портов и подписания соглашений будет, не знаю, некий такой прогноз относительно того, а насколько можно будет в дальнейшем, после окончания войны, как обычно войны заканчиваются договорами, можно будет верить России, что она не нарушит свои обещания. Игорь, я правильно понимаю, что вот это вот подписание, это соглашение, инициатива, которая вчера подписана была, в принципе свидетельствует о том, что и окончание войны, ну не знаю, насколько в этой истории может увенчаться именно подписанием договоров. Все войны заканчиваются подписанием договоров, но в контексте того, что здесь Россия воюет, я не знаю, возможно ли с ними хоть что-то подписывать? Ольга, на самом деле подписывать, безусловно, можно, но верить нельзя. А какой смысл тогда что-то подписывать? Ну вот для чего? Ну подписывать все равно необходимо для того, чтобы, по крайней мере, в какой-то части они выполняли свои обязательства, для того, чтобы все-таки ввести какие-то, по крайней мере, правила, которые будут соблюдаться, либо не соблюдаться, и если они будут не соблюдаться, то тогда международное сообщество будет также на них влиять и помогать Украине оружием. Но давайте будем говорить откровенно. Мы вступили с вами в абсолютно новый период жизни нашей страны. То есть того, как было до 24 февраля, не будет уже и не будет никогда. Мы, наверное, в страшном сфере не могли себе представить, что мы получаем, например, израильскую историю, когда несколько десятков лет они получили войну. Вот точно так же здесь соседа мы поменять не можем. Не можем мы поменять. Мы можем договариваться о чем-то с ним, но все равно быть в полной боевой готовности. Я понимаю, да, что соседей, в принципе, ты их не отрежешь, и они здесь географически с нами навечно. Но момент того, что они же вообще не признают никакие международные права и нормы. И вот та инициатива, которая вчера была подписана, я не знаю, вы ознакомливались с тем текстом, который публиковали в социальных сетях или нет, но там, в принципе, как такового наказания не предусмотрено относительно того, если будут нарушены и будут обстреляны порты, если не смогут вывезти зерно по вине обстрела со стороны России. Как такового наказания не предусмотрено. То есть к чему мы возвращаемся? Что опять зерно будет заблокировано и будут опять пытаться саново сесть, уговорить сесть за стол переговоров с Россией? Ольга, если бы мы с вами вместе подписывали какой-то договор, я уверен, мы бы спокойно договорились. А в данном случае, так как это договор с Российской Федерацией, с страной, которая не признает ничто, и вы абсолютно правы, российское законодательство по их понятию, оно значительно выше, чем международное. И международные правила для них абсолютно пустой звук. Но при всем при этом, по крайней мере, знаете, вот я все-таки расцениваю вот это вот зерновое соглашение как определенный тест на то, что Россия хоть что-то может соблюдать. По-другому, знаете, это как какой-то испытательный период для них, насколько с ними вообще можно о чем-то разговаривать. Игорь, ну в этом тексте договора, который вчера опубликовали, упоминается в частности то, что для создания коридора не будет проводиться разминирование, будут искаться безопасные маршруты. На ваш взгляд, нет ли здесь какой-то опасности, если Россия совершит какую-то атаку на украинское судно, то сможет объявить потом, что оно просто натолкнулось на мину, например. И, в принципе, на ваш взгляд, есть ли там какие-то такие точки, которые могут быть использованы России в своих интересах, как часто они это любят делать, вставлять какие-то такие, знаете, бэкдоры в тексты тех соглашений, которые они заключают? – Коллеги, я, конечно же, не военный, но, скажем, как сын моряка, я могу абсолютно четко сказать, что если есть задача выстроить эти все коридоры и обеспечить их безопасность, то тральщики, военные тральщики, это спокойно могут сделать. То есть, в принципе, списать, скажем так, ракетный удар на то, что сухогруз напоролся на какую-то мину, ну, это абсолютно разные вещи, и это очень легко абсолютно отслеживается. Тем более, мы же понимаем, что над Украиной на сегодняшний день находятся все военные спутники, которые только возможны, и любой запуск с любой точки, и, соответственно, потом удар, он абсолютно четко фиксируется. Поэтому списать на то, что украинский корабль на что-то там напоролся и сам затонул, это абсолютно нереально. Еще один вопрос, уже касающийся не зерна, а металлургии. Буквально вчера издание BBC опубликовало интервью с директором предприятия украинского Метинвест. Там было сказано о том, что Россия украла стали на сумму около 600 миллионов долларов. На ваш взгляд, насколько реально добиться в будущем какой-то компенсации не только за сталь, но и за зерно, за, в принципе, весь тот ущерб, причиненный украинской инфраструктуре, в случае, если в России что-то поменяется, сменится власть и будет установлен какой-то контакт. Суммы будут гигантские, это будут миллиарды долларов. Возможно ли Украине добиться компенсации либо напрямую от России, либо путем изъятия ее активов за рубежом? Первый вариант абсолютно нереальный, а второй абсолютно допустимый. То есть только изъятием ее международных активов можно компенсировать те или иные потери в Украине. Прежде всего, нам нужно восстановить нашу инфраструктуру, построить дома, обеспечить наших людей жильем и всем необходимым, и затем действительно за счет их активов, за счет их финансовых ресурсов, которые будут арестованы и переданы Украине, компенсировать те или иные затраты. Мы же четко с вами понимаем, что не только вопрос металля. Мы только что говорили про зерно, они точно так же воруют зерно. Они воруют сельскохозяйственную технику. Уж простите, если они воруют унитазы, то о чем можно говорить об этой нации, абсолютно деградирующей, и в целом об этом государстве. То есть только арестом международных активов можно компенсировать наши потери. Еще один вопрос, связанный с валютой. Мы знаем, что Центробанк Украины провел коррекцию курса гривны к доллару. Мы видим, что по нашим сообщениям в обменах валют уже существенно курс долларов вырос, как и евро. В то же время в России мы видели, что были приняты некие меры со стороны российского Центробанка Эльвира Набиулиной, которая его возглавляет, что позволило не только удержать, да еще и рекордно снизить. Есть разные объяснения этого явления. то, что в принципе доллар утратил актуальность на территории России, потому что товарооборот с западными странами упал, купить практически нечего за доллар. Как вы могли бы объяснить вот такую ситуацию и какие будут иметь долговременные последствия вот эта коррекция курса украинской национальной валюты? Давайте поговорим о российской валюте вначале. Давайте. И при этом вспомним, сколько стоил доллар в Советском Союзе. От 50 до 70 копеек. То есть нарисовать курс можно абсолютно любой. Вот какой угодно. А мало того, доллары и евро продолжают поступать в Россию, но за них ничего невозможно купить. То есть фактически у них вот эта вот ситуация с деревянным рублем, которую они сделали, она скорее вредит, причем не скорее, она действительно вредит особенно их экспортерам, которые еще хоть что-то экспортируют за рубеж. Потому что ситуация для них на сегодняшний день и патовая. Поэтому российские произносы и падают на сегодняшний день в абсолютно жестком режиме. Что касается того, что Национальный банк Украины отпустил курс. Я действительно считаю, что это абсолютно правильно. Почему? Потому что тот первый инструмент, который был применен в начале агрессии России по отношению к Украине, когда курс был зафиксирован на уровне 29-25, это было абсолютно правильно. он позволил этот инструмент не ввергнуться в панику курсовую. Потому что тогда действительно курс мог выйти и 50, и 60, и до 100. Поэтому на самом деле это остановило. Но потом мы увидели, что опять же наши экспортеры очень сильно теряют из-за того, что курс зафиксирован и они, получается, вынуждены продавать свою продукцию ниже реального курса. Мало того, был такой инструмент, как так называемый валютный туризм, когда наши граждане ездили в Польшу, обменивали по курсу НБУ, который был привязан к банковскому доллару, и потом привозили их в Украину и продавали по значительно более высокому курсу. То есть там было много таких моментов. Поэтому в данном аспекте это скорее решение, которое было направлено на регулирование взаимоотношений на рынке, и я более чем уверен, что оно абсолютно правильное. И самое главное, чтобы Национальный банк Украины не был законсервированным, чтобы он очень быстро и четко реагировал на ситуацию. Потому что, вспомнили историю с учетной ставкой, когда ее там жестко держали на уровне 10%, а потом раз и в один день поставили 25%. То есть такие скачки, они как раз в большей степени вредят. То есть политика Национального банка должна быть более гибкой. Я смещу фокус нашего общения относительно седьмого пакета санкций. Вот недавно его ввели. Результаты, так понимаю, только лишь существенные какие-то результаты от седьмого пакета санкций. Мы сможем оговорить уже, наверное, осенью, если не к концу года. В конце года. В конце года, да. Но вот важным моментом остается это непосредственно экспорт нефти и газа, на которое полного эмбарго так на сегодняшний день и не имеется. Здесь какие-то продвижения стоит ли ожидать именно в этом году, учитывая то, что, если не ошибаюсь, Венгрия и еще ряд некоторых европейских стран негласно, кулуарно говорили о том, что они не готовы отказаться от российской нефти и газа. Безусловно, мы видели с вами последних 15-20 лет четкую, скажем так, такую тенденцию, когда Россия выстраивала определенные взаимоотношения с европейскими странами, с так называемыми симпатиками. Да, это Венгрия, да, это Сербия, другие страны в какой-то части это Австрия. Мы четко понимаем, что Германия была полностью посажена, например, на газовую иглу и тот Северный поток-2, который строился, он был очень коммерчески выгоден тоже Германии, потому что Германия должна была стать газовым хабом российским в Европе и уже распределять весь газ в Европе и, соответственно, зарабатывают на этом очень большие дивиденды. Поэтому вот эта вот целенаправленная политика России за последние 20-ти лет, вот она как раз и проявляется на сегодняшний день. Поэтому в данном аспекте я всегда говорю, что это как раз вот этот вот период, когда Европа может показать свое единство и свое соответствие тем демократическим ценностям, которые для них вроде бы как важны и которые они нам навязывали. А так получается на самом деле, что зачастую норма прибыли для них главная ценность. Не свобода, не жизнь человека, а вот именно теплые батареи и их барыши. Поэтому в данном аспекте это как раз экзамен для Европы, который увидим, как она пройдет. Вот Блумберг сообщает о том, что Саудовская Аравия, Ирак наращивает поставки нефти в Европу и по их подсчетам поставки с Ближнего Востока могли увеличиться до 2,2 миллионов баррелей в сутки. это на 90% больше, чем в январе. Учитывая такую тенденцию, я правильно понимаю, что в каком-то процентном соотношении, приличном таком, могут заместить и занять позицию России в Европе? Да, могут. А в какой перспективе? Смотрите, я сейчас объясню. Например, берем с вами Саудовскую Аравию. То есть, например, в день на сегодняшний день, то есть, вот в день добыча в количестве баррелей это 12 миллионов баррелей в сутки. Это вот технически они могут добывать. На сегодняшний день они добывают порядка 10,5, то есть, если более то точно 10,65. То есть, 1,35 баррелей они вот могут сейчас очень достаточно быстро в день увеличить Саудовскую Аравию. Но, чтобы увеличить более 12 миллионов баррелей в день, им для этого нужно, во-первых, время, во-вторых, им нужны ресурсы, технические возможности. Но мы же четко понимаем, что добыча это все-таки достаточно сложный технологический процесс. Поэтому это произойдет, но это произойдет не сразу. все равно нужен какой-то период. Поэтому я все-таки считаю, что вот та рекомендация на уровне Брюсселя, которая была для европейских стран о том, чтобы все-таки продлить действия работы атомных электростанций, угольных электростанций, сократить порядка 15% потребления газа, вот этим путем сейчас должна идти Европа и мир в целом, который пользуется российскими энергоресурсами. И мы должны рассматривать с вами не 6, 7, 10 или 17-й пакет санкций против России, мы должны рассматривать единственный пакет санкций, он должен звучать абсолютно просто, запрет на любые экономические взаимоотношения с Российской Федерацией. А затем, затем уже идут исключения. И вот эти вот исключения постепенно нужно снимать. потому что, когда мы в каком-то из пакетов слышим какие-то фамилии, где-то там каких-то артистов, какой-то Машков или еще там кто-то, мы же понимаем, что это на самом деле не санкции, это имитация санкций. Опять же, вопрос по золоту, когда оно заработает, распространяется это только на золотосредств, на полуфабрикаты, или это все-таки на изделия из золота, добытого в России. Изделия в том числе, если я не ошибаюсь, в пакете это прямо заявляется, что ограничение не только на слитки, а и на ювелирные даже изделия из золота. Ну вот мы увидим, попадает ли это все-таки на ювелирные изделия, это первое. И опять же, там же тоже есть хитрости, когда идет смешение, тогда это уже считается не чисто как бы российское золото, опять же, это труднодоказуемый момент. Еще раз говорю, золото это самое минимальное, о чем нужно говорить в последнюю очередь. В первую очередь нужно говорить газ, нефть, электроэнергия, другое сырье, тот же уголь, тот же лес и так далее. Поэтому на самом деле я все-таки считаю уже, что должна быть единственная санкция прекращения любых экономических взаимоотношений. Игорь, еще такой момент уточню. О каких перспективах мы говорим, чтобы Саудовская Аравия даже технически смогла увеличить все эти поставки? Потому что на сегодняшний день Россия хоть и сократила, экспорт нефти, но ведь все эти потери она компенсирует высокими расценками на сырье. Абсолютно. Поэтому на самом деле я все-таки считаю, что вот этот визит господина Байдена в Саудовскую Аравию, хотя все говорят, что вот, никаких особенных публичных договоренностей не было озвучено, я все-таки считаю, что президенты находятся на таком уровне, чтобы достигать договоренностей на личном взаимоотношении. Абсолютно. Тем более, если говорить о мусульманском мире, то то, что сказал лидер, то будет четко выполняться всем обществом, всеми бизнес-компаниями. Поэтому не всегда нужно эти договоренности, скажем так, озвучивать. Поэтому я все-таки считаю, что страны ОПЕК без Российской Федерации абсолютно спокойно могут увеличить добычу всех энергоресурсов, которые они предоставляют миру. И они спокойно могут сделать, скажем, по оптимистическим прогнозам где-то полтора-два месяца, по пессимистическим, по моей оценке, это где-то до конца года. Игорь, вопрос об исламском мире и, в частности, о Северной Африке. Мы знаем о том, что буквально три дня назад там Росатом начал строительство первой атомной электростанции в стране. На Ваш взгляд, не будет ли это каким-то шагом к укреплению влияния России в регионе и, в принципе, насколько Россия в состоянии включиться в какую-то, назовем, неоколониальную борьбу за ресурсы Африки? Насколько она там может добиться успеха? Знаете, заявить о строительстве, о начале строительства атомной станции и построить атомную станцию это абсолютно разные вещи. Давайте вспомним то, сколько уже Россия строит в Египте атомную станцию и просто поймем, что это разговор на долгие годы, может быть, даже на десятилетия, потому что у каждого свои интересы и поэтому, знаете, вот на чем Россия выигрывает? Она выигрывает на том, что она очень громко кричит о каких-то успехах, которых нет. Поэтому вот на самом деле я бы не стал обращать внимание на их крики, а все-таки расценивал бы скорее все-таки те реальные действия, которые происходят. Поэтому в данном аспекте это, на мой взгляд, не повод для какого-то беспокойства, это их политика, они пытаются получать какие-то ресурсы, они пытаются показать, что все-таки у них есть какая-то международная деятельность, их кто-то принимает с ними, кто-то сотрудничает, где-то Иран, где-то талибы, где-то еще там кто-то малоизвестный, например, Северная Корея. Но на самом деле это скорее имитация деятельности какой-то международной, чем какие-то реальные вещи. То есть это, в принципе, попытка показать, что Россия не находится в изоляции, что у нее остались друзья где-то за пределами... Абсолютно. Абсолютно. Да, это только вот мы крутые, мы сильные, мы все сделаем, у нас есть друзья, вот мы вместе с Ираном сделаем какой-то там русский автомобиль, не Лада, а какая-то другая машина. Ну, то есть это бред. Ну, коллеги, ну, это абсолютный бред, это просто пустые заявления. То есть у них, понимаете, вот по моему мнению, вот то, что я слышу, вижу, у них в сознании произошла какая-то очень сильная подмена. Они что-то говорят, они в это свято верят и не это пытаются внушить всем остальным. Хотя на самом деле этого нет. Но мы же четко понимаем, что после ухода иностранных компаний с российского авторынка, например, производство автомобиля упало в 30 раз. В 30! Ну, поймите. Ну, когда... И импорт тоже теперь закончился. Да, и когда вот показывают этих бабушек, дедушек, которые на похоронные деньги за убитых в Украине, их солдат покупают себе ладу без АБС и без подушек безопасности, ну, бог им судья. На ваш взгляд, я понимаю, что это спекулятивный вопрос, но сколько российская экономика вот может продержаться на той волне, которая у нее была, знаете, такая аэродинамическая горка. Мы видим, что партнеру осталось немного, импорт ограничивается. Что-то будут, понятное дело, поставлять в обход через третьи страны. Но все-таки с учетом вот того, что есть сейчас у России, тех технологий, того производства, тех запасов, которые остались, сколько она так вот может протянуть и имитировать какую-то нормальную жизнь для собственных граждан? Давайте постараюсь ответить очень коротко. Титаник тонул долго, но утонул. Еще один такой момент. Можем ли мы сейчас на сегодняшний день говорить, повлияли ли все вот уже шесть пакетов санкций в действии, седьмой еще пока что, нет результатов, на экспорт оружия России? Учитывая то, что весомую такую часть занимает Россия в этой нише. Если мне не изменяет память, то около одной пятой мирового продажа оружия и половина этого экспорта оружия приходится на страны Африки. На сегодняшний день есть ли какие-то результаты от санкций, введенных отношением России, на экспорт оружия? Или тоже стоит ожидать опять-таки конец года или, не знаю, даже начало следующего года? Чтобы можно более предметно говорить. Ольга, они уже на сегодняшний день есть. Мы с вами четко уже видим отказ Индии от закупки российских вертолетов, отказ того же Китая от закупки российской авиатехники, причем, что некоторые заводы были заточены на 90-95% на продажу именно в эту страну. Мы видим отказ африканских стран от закупки российской техники. Дальше будет хуже. То есть, ну и опять же, мы же четко понимаем, что рынок военной техники, он очень узкий и он очень прозрачный. И когда ваши хваленые сушки или еще там какие-то другие самолеты горят факелами над Украиной, и они сбиваются, когда ваши вертолеты, хваленые кашки, горят и падают просто десятками, то о чем можно говорить? То есть, опять же, понимаете, вот Россия, она условно гениальна в своей гебельсовской пропаганде. Она всем продавала несуществующие какие-то вещи, она всем продавала фейки. И люди почему-то верили во вторую армию в мире, вторую, третью, неважно, в какие-то суперспособности, в супероружие. Это куча металлолома советского, постсоветского, модернизированного металлолома, о котором рассказывали, что это инновационное оружие. Понятно, что Россия и Российская империя, которые жили на том, что они убивали, вот в этом у них опыт есть. Но убивали они каким образом? Они всегда нагоняли, не знаю, там, 20 солдат против одного солдата противника, и вот своей массовостью они задавливали. Точно так же и сегодняшний день. Но мы же видим, что на фронтах у России абсолютно нет никаких побед, абсолютно. Может быть, какие-то тактические вещи продвижения есть, но побед нет. Есть только одно. забрасывание Украины вот этим старым советским металлоломом. Да, в огромном количестве. Да, этих ракет там наделали, там, тысячи, десятки тысяч, они валяются на складах. Какие-то взлетают, какие-то падают прямо в ту точку, откуда они взлетели. Много, конечно, долетает и до Украины. Но, еще раз говорю, вот возвращаясь к вашему вопросу, рынок торговли оружием, он очень прозрачный. И там каждый отслеживает, что он покупает. И если у них есть возможность купить, может быть, дороже, качественно американское оружие, они купят его, а не вот то российское, которое показывает полную свою неэффективность на территории Украины. Но на сегодняшний день вот партнеры, которых называет Россия партнерами Иран, Северная Корея, они в условиях санкции научились делать, производить оружие, собственно, самостоятельно, не прибегая к помощи других стран. Насколько возможно так, что и Россия в короткосрочной перспективе сможет компенсировать все свои военные, свое вооружение именно производством оружия в условиях санкций на примере Ирана и Северной Кореи? Ольга, ответьте мне, тогда я вам задаю вопрос. Если они не научились за 30 лет, если мы видим разбитые их тигры, и видим там немецкую начинку, если мы видим разбитые их танки, и видим там французскую начинку, почему, если они могли, если у них есть такие возможности, почему они этого не сделали за 30 лет? Опять же, в условиях санкций, когда у них идет жесточайшее сокращение, опять же, я все-таки считаю, что пример Ирана, пример Кореи не совсем релевантен в данном случае. Объясняю почему. потому что того количества санкций, которые на сегодняшний день наложены на Россию, не было никогда и ни с кем. Это абсолютно беспрецедентная вещь. Поэтому я более уверен, что-то им удастся, но это будет на уровне какого-то феодального средневековья, не более того. Да, лаптями закидать Европу, может быть, и не смогут, но не более. Что ж, будем вам говорить спасибо за плодотворное наше общение. Игорь Горбарук, международный эксперт и экономист был с нами в этом часе. Благодарю, надеюсь, до новых встреч. До свидания.